Дорогие жрачане, наш путь был долг и тернист. Почти год, даже больше, мы делали качественный контент. И только качественный контент заставил потенциального рекламодателя заметить нас как довольно перспективную площадку. И я с гордостью готов вам сообщить, что у нас наконец-то заказали бесплатную рекламу. Бесплатную рекламу от родственников. Мы ее еще в декабре должны были сделать. Качественные, такие вот уютненькие все из себя шапки, значит, две серии есть, скандинавская и ирландская. Вы сами можете решить, кто вы. Викинг или ирландец. В общем, натуральная шерсть, красивый оригинальный дизайн и вообще по всей хурме. Скоро эти крещенские морозы там, где из этого Патрика, давай покупай скорее. Жрач Шалом! С вами блог Жрач, я Александр Воронков, за камерой Лизы Крымова. И сегодня мы готовим блюдо, которое не в последнюю очередь мотивирует тем, о чем я говорил в последнем высококачественном в плане съемки ролика. Ролике. Насчет того, что далеко-то идти не надо. Отечественная кухня, она подплечена. При этом хочется немножко какой-то изюминки оригинальности. Поэтому сегодня у нас немножко видоизмененный рецепт, сразу скажу, авторства, потому что, ну, это честно, и я этого повара уважаю. Сначала у меня были какие-то неразделенные чувства по поводу этого персонажа, а потом я понял, что совершенно точно, может, классно. Это Зимин. И у нас будет сегодня омлет с форелью и водкой. У него, соответственно, в оригинале был омлет с семгой. По-моему, с семгой. Не помню, то есть. И водкой. Но это детали. В принципе, речная вся эта рыба. По вкусу похоже, поют похоже, по текстуре похоже, но так, какие проблемы вообще? Все остальное, это детали, которые гурману нужны. Вот. А для этого дел нам понадобится не так много, на самом деле. Нам понадобится 6 яиц. Укропочка немножко, там, 10 грамм буквально сливочного масла для обжарки. 100 грамм форели. Которые у нас 120. То есть, в избытке. Немножечко творожного сыра. Соли и кайонского перца, которого у нас нету, поэтому будет обычный перец. Ну, вот, в общем-то, и все. Так что это самое. Приступим. Нам понадобится еще для этого перец. Лучше кайонский, но у нас его нету. Так что вы можете паспорт смотреть свысока и говорить, что это все выебон. И водочка, наверное, в последнюю очередь. Саша, каково тебе было закончить профессиональную карьеру блогером и работать по профессии уже, наконец-то? Ну, я не знаю. На самом деле, я все равно не удовлетворен. Представляешь, ты приходишь на работу, да? И думаешь, вот сейчас ты будешь ездить на скорой и делать классные дела. А потом понимаешь, что все либо алкоголики, либо дуют. Но ты же сам алкоголик. Но, как бы, не на работе. Я недавно, что понял. У меня, значит, как встречались с матушкой, мама у меня попросила скидочную карту в прекрасный бесплатный пиар бутика «Красные и белые». И я понял, что в «Красном и белом» есть скидочная система, у меня есть скидочная карта. Она накопительная. И ничто так не выдает шифрующегося алкоголика, как определенный процент на скидочной карте, когда ты даешь кому-то из своих близких родственников. А там приличный процент, типа. Знаешь, мне это кажется, что это как с покупкой контрацепции. Господи, если ты взрослый человек, тебе не стыдно. Это твое сука-пахин дело. Ну, типа, да. Так, сразу говорю о соли. Соль, она не обязательно, потому что у вас будет слабо соленая либо семга, либо форель. Но я все-таки чаще и предпочитаю. Мало ли что, мало ли производитель натупил. Та же история, на самом деле, с долмой. Я как-то говорил 100 выпусков назад, что... Примерно год прошло. Да, примерно год. У меня на два порядка мозг работает хуже, поэтому 100 лет назад. Я считаю, что мне... Тих пор многое отпускаешь тебя. Я считаю, что у меня 1008, и пора идти в детский сад. И... Та же история, что с листьями долмы. Если они слишком соленые, то вам не нужно солить мясо. Но это можно понять только, лишь доставив лист долмы, там, сушив, попробовав. Та же история с форелью. Она слишком дорогая, и не буду ее жрать просто так. Поверю, что она реально слабосоленая, и не буду слишком пересоливать основные ингредиенты. Но, кроме всего этого, нам есть что нужно? Водочка нужна? А у нас даже нет мерного стаканчика, у нас есть граненый. А граненый это 200 миллилитров. Половинка? Нам нужно 25, не 50. Так, мы ставим разогреваться сковородку, но, важный момент. Масло в сливочное, а мы используем именно сюда, сливочное, где-то 10 грамм. Это... Где-то вот так. Мы добавляем сразу на холодную сковороду. И что делается? Потому что сливочное масло имеет одно из самых низких температур кипения. Поэтому очень легко переборщить с его нагревом, и поэтому оно станет коричневое, такое супое, такое прям противное и немножко горьковатое. Знаешь, что я тут недавно узнал? Тот самый момент, когда идут душевные разговоры. Ты знаешь, я недавно узнал, и мне исками захотелось узнать этиологию... Этимологию? Этима... Эти... Ну, пофиг. Этого данного явления... Знаешь, как... Нет, конечно, не знаешь, но я все равно спрашиваю. Типа, знаешь, как называются жмуры в судебной медицине, которых невозможно опознать, чисто внешне. И как же? Троллейбусы. Почему троллейбусы? Типа, ну не знаю, типа, они уже не автобусы, но еще не трамваи. Что-то посередине, какая-то непонятная хуйня. У них уже есть рога, но есть это они все еще без рельсов. Типа, что за дерьмо? Почему они троллейбусы? И когда она только начинает шварчать, то есть примерно, ну, чтобы одномерно еще все... Сейчас мы начинаем добавлять смесь. Крупные пламени дыреки. О, да. Какой роль тут водка играет, ты не в курсе? Ну, она добавляет духовности. Остроты? На Руси бухает глупый человек, бухает неглупый человек. И только нерусский человек не бухает водку. С другой стороны, есть одно парадоксальное, патологическое, можно сказать, явление. Это парадоксальный страх водочки. Оно вот у меня. Я вот когда водочку пью, я вот ни черта не помню. Прямо вот хоть убить. Потому что меньше чем пол-литра я не пью. А как иначе? Непонятно. А, у тебя есть лопаточка, которая по-целиней. Как ты измеряешь цивильность лопаточек? По запаху. Соответственно, смотрите, вот амлетик у нас потихоньку подгонят, подгонят, подходит. И главное, что нужно достичь, чтобы он был где-то на процентов 7, что ли, в году. То есть он должен быть еще сверху полужидкий, но никак весь, а чуть по коже, чуть попозже. Самое главное, что всегда меня возмущал в любом виде яичницы, это что сделать так, чтобы она не подгорела, но и жидкости не осталось. Но не всегда понимаешь, что вот наш амлет какой должен быть, чтобы он... Я не просто так ввел в процентную шкалу, а в конце концов, когда мы все закончим, он должен быть где-то на 90% готовым. То есть это что значит, что снаружи он вроде длоденький, а внутри чуть-чуть такой соплеватый. Ненавижу соплеватый. Живенький. А зря. Он не должен сесть как яйцо с мятку, он должен быть чуть-чуть такой мягонький. Рецепт простой, просто до одери, но опять же, с русской душой. Татьяна, русская душа. Давайте приступим к самому интересному. И, в принципе, самый дорогой ингредиент. О, да. Как обычно. Всегда есть коронный, самый дорогой ингредиент. Мы кладем курель в серединку. Потом берем творожный сыр. А, да, вот важный момент. Сыр, который купите, вам нужен творожный сыр. По большому счету пофиг какой. В холодильник ты упаковывайся, его будет сложно намазать. Это, конечно, все очень здорово, но я за это полотенце. Как кошмар. Да, потом... Не наберешь, когда у тебя чистые руки. Немножечко укропа, тоже в серединку, оно еще и сверху будет для декораторцев. Это уже очень красиво, я бы сказала. Будет еще красивее. Потом берем края и заворачиваем их в центре. Потом вырубаем плитой и пускай он еще где-то полминуты доходит сам. В самой середине он должен быть чуть-чуть жиренький. Чуть-чуть. Как бы к омлету для эстетики, а эстетика к употреблению мне тоже важна. Мы должны черного хлеба, что-то наш котлет, на него положить масло, сверху посыпать немножко солью и его пробовать. А потом налить чего? Водочки. И тогда будет хорошо. Несмотря на свой страх. Несмотря на свой страх. Нужно побороть свой страх водочки. Омлет с водочкой и параллель готов. Ну, не надо бояться, а надо есть. Елдак покосался. Я так парюсь. Короче, елдак. Раз, два, три. Ты самый знаменитый вагин с зубами. Бля, короче, давай сделаем перформанс. Я буду просто везде стоять. Ты будешь это Дане послать, просто я знаю. А спонсоры сегодняшнего выпуска Джек Джек и Тимур Гаянов. Ну, пацаны, пацаны, вы уж простите, что долго так, ну, понимаете, сами дела, то, сё, ну, бывает, бывает. Спасибо. Спасибо. Спасибо.